Докхантеры подкармливают собак. Основной приправой в деликатесе для животных стал цианистый калий, уверенный хозяева погибших домашних любимцев. Так в поселке Кунгурка бесплатной едой отравилось 40 питомцев. Местные жители сами провели расследование и взяли след предполагаемого душегуба. Мария Новикова выяснила, почему в полиции не спешат спускать собак. Нет, нет, нет. Все, 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 сейчас. Не больно, не больно, не больно. Суитер-Рейер Лизы теперь живет на уколах и таблетках, но главное – живет. Вчера она чуть не погибла, съела во дворе что-то не то и через минуту билась в агонии. Ее как дугообразно выгибало, вот как будто и мышцы как-то странно вот так вот. И идет, и падает, ее на ногах не держит, а как бы на спину. Зоотехники сказала, вот 20 минут, если в эти 20 минут ей не станет легче, значит все. Лизе повезло, ведь четыре десятка домашних любимцев после такого отравления спасти не смогли. Хозяева уверены, собак в кунгурке истребляют док-хантеры. Когда у Юли погиб питомец, девушка провела экспертизу. Оказалось, ее пес съел таблетки от туберкулеза. Для людей они – спасение, а для собак – смертельный яд. Но были и другие. Сделали экспертизу, нам сказали, что написали заключение, что там присутствует цианид. Чтобы собака точно съела отраву, смертельную начинку прячут в куски мяса или лапшу. По словам местных, больше всего домашних собак отравились у этого магазина. Пока хозяева ходили за покупками, животные съедали разбросанную здесь смертельную приманку. В магазине, говорят, они здесь ни при чем. Это глупости, что у нас здесь кто-то в магазине отравил собак. Это, конечно, глупости. Я не знаю, что тот магазин, который у нас самый-самый дальний, там тоже вызывало им беспокойство, что собак травят. Как бы не очень приятно, потому что домашних собак жалко. Хозяева погибших собак обратились в полицию. Но правоохранители разводят руками. Это тупик. Никому в поселке противотуберкулезных таблеток медики не прописывали. Кроме того, доказать, что животных отравили специально, очень сложно. В данном случае умысла не было. И, соответственно, установить, умышленно ли была собака отравлена, либо она сама отравилась, этого никто сказать не может. Если непосредственно будет свидетель данного преступления, будет возбуждено уголовное дело. Пока же собачникам нужно самим охранять своих питомцев. Не спускать с них глаз и их с поводка. Мария Новикова, Владимир Середа. Новости 41 канала.